Обмен опытом и налаживание взаимодействия между производителями сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности – такова цель прошедшего на Славянском консервном комбинате совещания, на которое были приглашены представители АПК Кубани, заместители министра сельского хозяйства края, а также заместители глав муниципальных образований, курирующих эту отрасль. На экскурсии по консервному комбинату побывали и наши корреспонденты. Славянский консервный комбинат – один из самых современных и высокотехнологичных предприятий переработчиков сельхозпродукции Южного федерального округа. Товары под маркой комбината можно приобрести в каждом продовольственном магазине. Они пользуются спросом среди населения, люди доверяют кубанскому производителю. Предприятие известно производством качественного продукта из натурального сырья, как на Кубани, так и за ее пределами. Именно поэтому славянский консервный комбинат был выбран как показательный для проведения ежегодного совещания в форме круглого стола с представителями сельскохозяйственной отрасли края. Приглашены люди с Абинского района, с Темрюка, с Северского, с Славянского, с Красноамейского, для того, чтобы скоординировать, наладить эту цепочку производитель и переработчик. Что на данном этапе, в нынешнее время, существуют с этим проблемы не только в нашем районе, но, наверное, в крае. Перед началом совещания участники посетили цеха консервного комбината «Автоматизированное производство», постоянно растущие объемы отгрузки товара. Здесь производится порядка 100 миллионов банок в год. В основном это горох, кабачковая икра, маринованные овощи. В перспективе у комбината появление линии переработки сладкой кукурузы. За последние пять лет объем инвестиций в модернизацию предприятия составил около 2 миллиардов рублей. Благодаря этому достигается высокая технологичность в производстве, чтобы продукция отвечала стандартам качества. Именно такие предприятия призваны перерабатывать сельхозпродукцию, выращенную на полях Кубани. Главная цель этого совещания, подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Орленко, создать площадку для общения производителям сельхозпродукции. Чем больше выезжаешь в районы, на такие предприятия, тем больше понимаешь, что за сила, что мы можем сегодня делать. И в принципе вопросы импортозамещения на сегодняшний день, я думаю, по крайней мере на Кубани мы решить сможем. Кроме обмена опытом налаживания необходимых связей, сельхозпроизводители говорили и о проблемах, существующих в консервной отрасли. Основная из них, рассказывает директор Союза консервы Кубани Александр Несин, нехватка сырья, из-за которой предприятия не могут работать на полную мощность. Мощности есть, оборотные средства есть, рабочие силы есть. Самое главное, что недозагрузка овощным сырьем натуральным. Все консервные заводы, в том числе и славянский консервный завод, он где-то 90-95% работает со свежего сырья. И поэтому, если его не обеспечить, недостаточно, мы просто эти мощности не можем загрузить. Простое оборудование идет, простая рабочая сила, это и зарплата, это и налоги, это все, все, все. Такие встречи дают положительный эффект. Товаропроизводители получат возможность и дальше повышать качество и количество продукции, быть уверенными в ее сбытии. А переработчики, в свою очередь, смогут повысить загрузку производственных мощностей за счет приемки продукции в соответствии с утвержденными объемами и контролировать затраты на приобретение сырья. Это позволит вытеснить с рынка в Кубани импорт, зачастую невысокого качества. Ведь кубанская продукция, изготовленная из натурального сырья, конкурентоспособна, соответствует современным требованиям рыночной экономики и пользуется заслуженным спросом у населения. Рузана Ефремян, Алена Лавренова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова